Сказка «Крошка-фея». Жил некогда король с королевой, и был у них единственный сын. Вот подрос королевич, и король с королевой устроили праздник. Созвали они на пир самых знатных людей со всего королевства. Засветились окна тысячу огней, засверкали белые палаты серебром, золотом и дорогими самоцветами. В полночь гости разошлись по домам, а королевич вышел погулять в рощу, где росли старые липы. Взошла луна, стало светло, как днем. Королевичу не спалось. Роща стояла, словно заколдованная. Толстые стволы старых деревьев отбрасывали темные тени, а лунный свет, проникая сквозь листву, рисовал на земле причудливые узоры. Королевич, задумавшись, брел по мягкой траве и не заметил, как вышел на поляну. Смотрит, а на поляне, озаренная лунным светом, стоит маленькая фея в белом наряде и блещет на нем золотое шитье. Длинные волосы ее разметались по плечам, а на голове сверкает золотая корона, осыпанная драгоценными камнями. И была эта фея совсем крошечная, словно куколка. Остановился королевич, и глаз от нее отвести не может. А она вдруг заговорила, и голосок ее зазвенел, будто серебряный колокольчик. Прекрасный королевич, меня тоже пригласили на праздник. Да не посмела я в гости к тебе прийти. Очень уж я маленькая, а теперь вот хочу поздороваться с тобой при луне. Свет ее не заменяет мне солнечные лучи. Приглянулась королевичу маленькая фея. Ночная волшебница ничуть не испугала его. Подошел он к маленькой фее и взял ее за руку. Но она вдруг вырвалась и пропала. Осталась в руке у королевича лишь фейна перчатка, такая крошечная, что королевич с трудом натянул ее на свой мизинец. Опечаленный, вернулся он во дворец и никому ни слова не обмолвился о том, кого видел в старой роще. На следующей ночь королевич снова отправился в рощу. Бродит он при свете яркого месяца. Все ищет маленькую фею, а ее нет нигде. Загрустил королевич, вынул из пазухи перчатку и поцеловал ее. И в тот же миг перед ним предстала фея. Королевич до того обрадовался, что и сказать нельзя. Сердце у него в груди так и запрыгало счастье. Долго они гуляли при луне, весело болтали друг с другом. И удивительное дело, пока они разговаривали, малютка-фея на глазах у королевича заметно подросла. Когда пришла им пора расставаться, она была вдвое больше, чем в прошлую ночь. Теперь перчатка не налазила ей на руку, и фея вернулась, вернула ее королевичу со словами. Возьми перчатку в залог и хорошенько береги ее. Сказала и в то же мгновение исчезла. «Я буду хранить твою рукавичку у себя на сердце!» — воскликнул королевич. С тех пор каждую ночь королевич и фея встречались в роще под старыми липами. Пока светит солнце, королевич места себе не находит. День-день ской тоскует он по своей фее. «Ждет не дождется, когда ночь настанет, и месяц на небе проглянет, и все гадает, придет ли сегодня моя фея». Королевич любил маленькую фею все сильнее и сильнее. А фея каждую ночь становилась все выше. На девятую ночь, когда наступила полнолуние, фея сравнялась ростом с королевичем. «Теперь я буду приходить к тебе всякий раз, когда месяц выплывет на небе!» — весело проговорила фея нежным своим голосом. «Нет, дорогая моя, не могу я без тебя жить. Ты должна быть моей. Я тебя сделаю королевой». «Милый мой», — отвечает ему фея, — «я буду твоей. Но ты же должен мне обещать, что всю жизнь будешь любить только меня одну. Обещаю, обещаю!» — не задумываясь, закричал королевич. «Обещать всегда любить тебя одну, а на других и смотреть не стану». «Хорошо, только помни, я буду твоей лишь до той поры, пока ты останешься верен своему слову». Три дня спустя сыграли свадьбу. Приглашенные не могли надевиться красоте маленькой феи. Счастливо прожили королевич со своей молодой женой семь лет, как вдруг умер старый король. На похороны собралось народу видимо-невидимо. У гроба его проливали слезы самые красивые и знатные женщины королевства. И была среди них одна черноокая красавица с рыжими волосами. Не молилась она Богу, не оплакивала покойного короля, а неотступно преследовала взглядом молодого королевича. Королевич заметил, что красавица с рыжими волосами глаз с него не сводит. И это показалось ему необычайно приятным. Когда похоронная процессия двинулась на кладбище, королевич, который ввел под руку свою жену, трижды посмотрел на черноокую красавицу. Вдруг его жена запуталась в юбке и чуть было не упала. «Ой, посмотри-ка, платье стало мне длинно!» – воскликнула она. И правда, только королевичу и не вдомек, что его жена стала меньше ростом. Ну вот старого короля похоронили и все двинулись обратно во дворец. А рыжий волос и красавица следовала за королевичем по пятам. Ни на шаг не отставала. Да и она на него поглядывала краткой. Так и не заметил королевич, что его жена снова превратилась в маленькую фею. А едва вошли в старую рощу, фея и вовсе исчезла. Королевич женился на рыжие волосы красавицы с черными глазами. Да только не прожил он с новой женой и трех дней счастлива. Сначала потребовала она купить ей алмазную кровать, а там и пошло. То одно ей подавай, то другое. Да все такие диковины, какие у него не было. А если случалось не выполнить королевич ее желание, красавица сразу в слезы, и ну плакать, и ну бронить мужа. До того надоели королевичу прихоти жадной красавицы, что выгнал он ее из дому. Только тогда понял королевич, что он наделал. Горюет он, вздыхает по маленькой фее. И снова лишь выплывет месяц на небе. Идет королевич в рощу, где растут старые липы, и зовет свою милую, добрую фею. Искал ее королевич, искал, звал свою фею, звал. И уж состариться успел, ожидая ее. Да только маленькая фея так и не вернулась к нему. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok